всем привет господи он работает просто видимо на этих но главное в этой игре чтобы никто не работал на розовую слизь на это время покажут всем привет снова на канале героями то гейминга мы снова здесь снова играем сеттинге нашего постапокалипсиса путь наших выживших уже пролег город бангор но если кто-то думал что в бангоре все будет гораздо проще и спокойнее то естественно это не так как и полагается по всем канонам любой фантастической истории какой бы она ни была с вами все те же лица и это отрадно прежде чем ребята представят своих персонажей вспомнил все-таки что у нас было в прошлый раз под эти звуки джаза кто-то что-то хочет сказать первым делом здрасте но сегодня я хочу вам рассказать о том что санечка нарисовался эти потрясающую досточку все наши бусы все прифлигированы которую мы обещали еще с прошлой студии разместили вас на доске подсчета и теперь вашим наличие лично не только в наших сердечках на нашей доске и все кто будет подписываться на нам надпусти вносить и когда-нибудь доска закончится мы заведем счет надеемся что доска закончится с матюками и спасать их вот на этой стороне черным пусть и и зачеркнуто и да вот такая красота пишем залупу в чат в честь она красивый русский и а лучше подписываемся на бусте потому что я подписала на бусте подпишись и ты между прочим я самая первая потому что мне дали такой список бустеонеров бустеонер герой метагейминга тут написано тут может быть твой ник на бусте подпишись на героями так гейминга не на героин на героями до гейминга а еще если кто не подписан на наш youtube или на если такие сумасшедшие но подпишись пойди и подпишись пока что неизвестно что все не то вам но пока он работает это славно поэтому почему не подписаться потому что если его закроют украинцы подписываться не надо ли это будет просто приятно создавать что-то у вас подписан здесь правильно но может быть немного сбивчиво зато на самом деле от души да ребят на самом деле ждем вас в принципе на любой из этих площадок везде будем рады вас видеть и я думаю что девушка присутствия будет обозначена всякого рода для вас приятностями от бусте до ютуба и твича и так но в любом случае если наша традиционная предваряющая часть подошла к завершению пора все-таки узнать кто эти люди окопавшиеся на территории победившего букаки и что все-таки происходило с нашими героями на последних наполненных прямо скажем различными событиями сериях история им давайте традиционно определим рандом кто это будет рассказывать потому что почему бы не так еще раз падает четверка а теперь выпадает двойка дарят там выкинуть к 6 но мы с первого раза решили что я не буду это делать здрасте я снова на не лазарев сегодня они человек пылесос но в смысле пожарный бывший не выживающих суровых условиях страны вангоры и присутствие среди подобных существ в округе как выяснилось в доме нашим тоже путешествует на третьем стриме ты доказался на отсылку как животные поэтому без фамилии поэтому к обычная кличка с ними путешествует не выживаем покоряем границы вангора и познаем пределы непознаваемого это отлично кто будет следующим саша всем здравствуйте меня зовут александра на сегодня я не александра сегодня я саша саша джент никогда потрясающая русская балерина сейчас выживальщик так как приходится выживать этом суровом мире вместе с этим прекрасным мужчиной который является моим знакомым мужем приятелем что вам рассказать о себе люблю хорошую одежду комфортные условия ловкость мне совершенно не чужда ну все остальное плюс-минус нормально еще быстро бегаю и даже русская церковь у меня 7 что является достаточно хорошим показателем коротком ясно и по существу быстро бегаешь у меня скорость 8 точно я уже успел про это забыть но посмотрим мы шла добиться тебе это для этого время провокационная немножко марк привет не сильно опоздал пока только представляем паша давай всем халлоу меня зовут паша но сегодня я не паша сегодня паша джент потому что пить и мне надоело я хочу нового персонажа я буду внебрачным сыном медведя и джона джента вот но на самом деле меня зовут пить и пить и младший настоящий американский мужчина как мы поняли из последней серии сексуален от пяток до кончиков волос интеллект мудрость мне не чужды русская церковь принципе мне тоже абсолютно не чужда потому что она у меня тоже 7 вот не чужда мне еще стрельба на пистолета нет а с ножа стрелять как-то несподручно вот еще мне ничего не чужды отношения с белкой но чувствуется что в них немножко раскол есть белка перестает отвечать взаимностью хочет романтики вот это всего а я настоящий это не аптекарша между прочим это было кстати что если кирилл пришел на последнюю финальную игру в принципе слизь мог бы отыгрывать консистенция кирилл или призрака стимул успеха чувство такое есть и у другого призрака призрака кирилла в принципе вы продолжает отыгрывать мы замечаем было что так пробу как у меня у меня на самом деле очень понравился или паша джонс это прямо охрененно круто я могу быть небрачным сыном джона и саши ну пока вы это мусорки переворачивали в начале своих отношений может я там тогда и появился кого-то нашли в капусте кого-то подробно и детально познакомившись я считаю очень подробно и детально с нашими героями давайте решим что все-таки вспомнить что было в прошлый раз и уже начнем игру а то ребята в чате уже спрашивают когда я играл да еще пас пришли игру смотришь саша тропить искусство саша не торопи искусство рассказывать это проигрышный вариант мне кажется я не смотрела прошлый эпизод играла это было очень давно поэтому я не помню чего там все начиналось чего это поэтому постараюсь рассказать в красы чего я помню в прошлом возможно позапрошлом эпизоде саша джент проникла на чердак это тот эпизод был этот эпизод нашла там в принципе все необходимое все то что она искала это а слизь нападала перед перед этим эпизодом да ладно нормально немножко позже надо отмотать мнение на один слим мнение слизь которая к лицу это было забыл предыдущая то есть начало нормально с чердака чердака да все правильно чем в общем она там нашла фотографии которые намекнули на некоторые интересные подробности жизни семьи чей дом мы занимаем я там увидела фотографию радиостанции если я не ошибаюсь и нашла какой-то чип или что-то в общем скорее всего тоже для радиоприемника какого-то как я полагаю не знающая женщина быть может ну в общем что-то полезное саша джент нашла в это время в это время пить маленький мальчик с белкой проводил 20 лет 20 лет 22 тогда тогда согласен уже 36 скорее внучок в общем проводил эксперименты с слизью которую сумел собрать после рыжей слизи девушки женщина моей мечты ну в общем этот парень играл с этой слизью в конечном итоге а что мы выяснили ну выяснили что это слизь практически ничего не боится кроме а но хорошо взаимодействует с водой короче насколько я поняла через воду она хорошо взаимодействует я не помню ну как-то я помню было очень много опытов нагревания единственное что не пробовал на вкус по моему пи мальчик я буду как этот забыла что за игра в общем что же было дальше я кстати помню был звонок это раньше это было раньше что-то и в это время пока мальчик развлекался со слизью я просто просто стояли а потом честно говоря не совсем или настоящего по этого dz ходил по окрестностям и лутал дома да я собрал стильные шмотки а точно да прошу прощения абибас мой муж в это время ходил по домам по разным собирал там неплохие шмотки наверное какие-нибудь снасти но я помню что он принес достаточно дорогую неплохую одежду своей жене за что ему огромное спасибо в общем общем решим господи в общем решение прошу прощения мы все решили что оставаться здесь более как бы нельзя и надо найти самолет и улететь туда где безопасно это если не ошибаюсь лос-анджелес и и еще какой-то город скажи женщина и вашингтон мы узнали что мы поехали в аптеку полечили ногу моему мужу там мальчик стал мужчиной покадрил девушку мальчик стал мужчиной в лесу с белкой между прочим второй раз стал мужчиной покадрился с девушкой которая ему отвечала взаимностью немножко непонятно что было дальше мы узнали что город разделен же на две части 1 часть в слизи а вторая без слизи и аэропорт находится в той части города где властвует слизь мы сели в машину и поехали в аэропорт ту часть где властвует слизь подумали что по-тихому в общем проедем приехали к мосту и на мосту нас встретила огроменная масса из слизи которая была агрессивно настроена к нашей машине и к трем симпатичным ее владельцам в общем но со слизью храбро разобрались не потеряв ни одного хэпп хитпоинта и если я не ошибаюсь мальчик мужчина даже смог сбросить эту слизь в воду приятель твой приятель грандиозно разорвав на себе тулуп майку и все чтобы есть только рука сараном вокруг сосочек и ногой партия вышвырнул слизь в воду после чего если я не ошибаюсь мы сделали выводы что слизь то попав в воду больше как-то не активно возможно она уплыла по течению а возможно на нее так подействовало то что вода необычайно чистая в этой реке неправильно ну это на самом деле пока что еще осталось необычайно чистая предположение в общем мы задумались почему же слизь с той части решила остаться там они перебраться и во вторую часть не захватить весь город и мы предположили что возможно на дело в реке которую они хотя которые они не могут пересечь они же перемещаются через я думаю это уже короче это не так важно скоро игра закончится что же было дальше а и мы конечном итоге решили по моему приехать к станции к радиостанции и на этом закончился нет нет и на этом закончится эпизод сейчас вы находитесь сейчас вы находитесь в дороге уже на безопасном берегу а я потому что мы подъехали гором кубиком будут и подъезжаете к нелепому сооружению местная радиостанция похожему на два кубика поставленными одним на другой который между прочим узнала по фотографии совершенно верно поскольку ну уже какие-то умозаключения начались процессе рассказом а пожалуй остановимся на том что вы сейчас вы если хотите вы выходите из машины если нет то против не пока оставаться если вам есть что обсудить вы можете это сделать перекинувшись по мы подъезжаем кубиком желающему покинуть транспортное средство или если вам есть что обсудить давайте обсудим но части я в это время одеваю туфли ну давай обсудим дорогой подозрительно ведет себя эта женщина сегодня что будем делать дальше ну что мы сейчас пойдем к этому радиоредактору так это поможет если это пикеринг он заберет наш дом или мы убьем его но мы же собрались улетать да вы хотели дать по радио объявления поиски пилота да все верно дом то нам больше не нужен да и в другой с собой нет вам сопли или желудка если не нужно короче мы можем брать любой дом в любом случае товарищ с радиовышки знает поболее наверно чем наши соседи подземные и мы можем не узнать какую-нибудь информацию касательно можно как пробраться к аэропорту побыстрее поактивнее без по безопаснее потому что вот эта откровенная штука на мосту не очень порадовало даже можно сказать мы не можем помочь в аэропорт ты мне фотографируешь? я снимаю тебя я снимаю тебя я выдам вас в военном что ты сказал? у меня есть бутылка воды из реки только не видишь смешно там была слизь слизь не двигалась мне не была активной я понимаю но она все равно уже была там ииии вода из-за этой воды возможно смесь не проникает дальше потому что щупальца отрубленная мистером джентом не двигалась просто а возможно она не двигалась потому что она является частью большого организма и просто не функционировала из-за того что его отделили от основания а вот этот кусок который был отрублен от девушки что? а да да возможно это какие-то разные подвиды слизи потому что именно такую слизь которую мы видели в доме мы не встречали возможно товарищ с радиорубки встречал давайте проем может быть это он слизь там же были рыжие волосы на фотографии похожие на по цвету на ту там был мужчина с такими же а вот и след может это его дочь зачем нам слизь нам нужно свалить тогда возникает вопрос если это его дочь что ж какого черта он делал со слизью него есть написал в душе когда где-то сейчас там в отдельных развивается целый рой моих потом моего потомства ну давайте пойдем идем окей вы заходите в здание в принципе дверь не закрыта вообще никак оттуда раздаются приглушенные звуки музыки что-то вроде уже ставшего привычного вам в качестве спаму русского саутрека до джаза на это спас fm ничего подобного не играет не тот радиоредактор остался в живых и не то радио именно так вот и дверь как я уже сказал открыта никаких реплик ведущего не слышно но явно что идет идет радиопередача потому что музыка играет и судя по всему кто-то там находится вы проходите в небольшое здание первый этаж этого здания похожего на два кубика стоящего стоящих друг на друге представляет из себя одну комнату по сути то есть это часть не отделенная стеклянной перегородкой ну это просто что-то вроде какой-то лаунж зоны видимо там радио ведущие отдыхают от эфиров готовятся к ним и так далее и совсем небольшое пространство загруженная стеклянной стенкой собственно говоря радиорубка там спиной к вам в обращающемся кресле сидит мужчина полноватый ну прямо видно что баком не усвешиваются вот он надет ну судя по всему в какие-то брюки из того что он видно белую рубашку белоснежную прямо бросается это в глаза в здании кстати ну здание хорошо достаточно освещено вот подтяжки ну у него ну обширная лысина по бокам Саша наверное тебе первое бросается в глаза ярко-рыжие волосы ну это тот кому мы ну он сидит склонившись и приглядевшись немного вы видите как он ну совсем слегка так покачивается в такт играющей музыки Мужчина гражданин он видит оборачивается видит вас нахи машину топором недоверчиво смотрит медленно снимает с себя наушники кладет их поворачивается начинает шарить в кармане брюк может быть вы внутренне слегка напрягать но застает оттуда здоровенный клетчатый носовой платок протирает лысину и рассеянно улыбнувшись выходит к вам добрый добрый день простите вы по какому поводу вас Билл прислал или Джеймс нам нужен твой радиоприемник вот так вот сразу леди а мы привыкли брать то что хотим а все у меня к вам пару вопросов на самом деле хорошо хорошо спокойно ребята сейчас секунду я пока что остановлю радиопередачу честно сказать все равно чтобы мы не договориться вы видите как у него опять лысину покрывается такой явно испарина он делает пару шагов назад я это все таки сделаю давай у меня мимо он ну допустим хорошо он мгновенно не пускается но утек но он с неожиданной для такого толстяка прытью он отшатывается назад закрывает дверь свои рубки а мы не в рубке ну вы не в стеклянные рубки закрывает стеклянную дверь он там был ключ в замочной скважине он быстро его поворачивает и приникнут лубом к стеклу еще раз что вы хотите он нашаривает на пульте за собой у меня есть связь с нашим блокпостом у меня есть связь да неважно еще с кем что вам нужно главное не с вами есть что в общем мы ищем пилота поэтому нам нужно воспользоваться твоим радиоприемником для того чтобы так сказать дать клич муж кто остался и какие красивые у тебя волосы и он опять автоматическим движением промокают лысину полком и почему вообще я должен вам верить вы ворвались с оружием ко мне ворвел руку мы видели что на улице происходит как можно быть без оружия там же слить апокалипсис на дворе мистер мистер я не до конца понимаю как топор и нож могут помочь против слизи но мы просто на случай он может помочь против военных тоже прав короче мистер мы пришли с миром мы пришли поговорить нам нужна помощь в поиске пилота как мы уже об этом сказали и плюс мы хотели бы задать вам пару вопросов по поводу происходящего городе очевидно что здесь все кто проживает ни хера не знает по поводу всего что есть и не беспокоиться по поводу слизи я достаю радио детальку говорю у нас зачем мы нашли вот такую штуку может быть она вам пригодится а может быть нам пригодится и убрать ну вот наверно убираешь ну я показал убрал за закрытой дверью окей тогда пусть будет так он увидев радио деталь ну не знаю может быть до него как-то подействовали ваши если как умиротворяющие речи продолжаете выглядеть достаточно подозрительно может быть в нем взагал какой-то профессиональный интерес или какое-то сострадание ну да не надо ничего прокидывать увидев наверное вот деталь в твоих руках я так полагаю убираешь скорее всего ножка ее показываешь ну да одна рука а вот он так смотрит через стекло шарит на грудном кармане рубашки достает маленькие очки прямоугольные золоченое оправе надевают молодой человек простите а не покажете ли еще разок ну дверь то откройте мы с миром и с детальками ну ладно я убираю пистолет я не убираю а человек как вы звали мистер эдрианс если угодно кейрон эдрианс ну смотрите мистер эдрианс меня зовут Саша ну вот очень приятно вам если бы не при таких загадочных обстоятельствах мы уже знакомы так что нечего так сказать закрываться от нас мы же выбьем стекло если нужно нет мы выпьем мы выпьем мы выпьем вместе как только зайдем мы выпьем он шутит новый бьет если что ой господем он как этот как ласка из отруцового пицца да 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 стекло облизывается слиже облизывалось стекло что такое уже нам нужна ваша помощь а вам я думаю все равно когда-нибудь придется уйти от себя все равно мы у вас с собой на самолете если найдем пилота да мы можем помочь выбрать из этого города может быть вы не хотите у вас потрясающие рыжие остатки волос Саша общение у меня нет общения хорошо а если мы ей помогаем мы же ей помогаем давайте поступим так это скорее запугивание поскольку да ты все таки занимаешься скорее запугиванием Джон у тебя общение найдется? конечно минус 3 минус 3 а где общение вообще? у меня есть стрельба оп внизу моп? моп да у меня венсаде подождите что вы тут решили? это обаяние а общение это навык общение где вообще? да у меня общение навыка это единственное чего у меня нет обращение с животными? о от силы я могу от силы с ним пообщаться из навыков пожалуйста а я могу от мудрости а ты сюда можешь воспользоваться любым а я могу от мудрости у меня от мудрости плюс 3 но я почти ничего не говорю поэтому выкидайте я начинаю играть мускулами и топором я говорю мужчина оп извиняю вы не переживайте мы пришли чтобы помочь вам это крит двадцатка топором сейчас там это какой-то мужчина мистер менедж что вы делаете? я не могу сейчас это сделать появляется мистер дархоум чую конкуренцию я думаю что не чую конкуренцию а? если крит это просто провал в общем я ладно я просто окей окей я понял что ты я подхожу к стеклу и говорю дядь мы здесь для того чтобы наше общее дело как в советском союзе процветало мы здесь пытаемся выжить хотим чтобы ты выжил может быть вместе с нами я тебя не знаю но я вижу по твоим глазам по твоей по тебе по твоим глазам вижу что ты ну классный мужик ну классный да смотри на меня смотри на меня мы сможем выбраться из этого странного города и нам нужна всего лишь твоя помощь нам нужно найти пилота и задать тебе пару вопросов про танкишка окей окей давайте так вот на словах выбраться из этого города ты видишь как ну буквально он в его глазах до этого читалось испуг не знаю недоверие и так далее а вот на этой фразе его глаза просто буквально потухают ты прямо видишь ну они становятся резко обращенными куда-то вглубь себя как будто-то затронул что-то болезненное в его душах и он печально вздыхает и отнимает руку от пульта он держал трясущуюся руку на пульте просто опустив голову несмотря никому из вас глаза молча отпирает дверь открывает замок распахивает дверь вот из города то сынок кажется я выбраться уже и не хочу наверное нет ради кого мне выбираться из этого города заходите ребята посмотрим что посмотрим что у тебя парень и посмотрим чем я могу помочь он подкатывает еще один стул видимо с ним когда-то там работал второй ведущий но остался один и разводит руками простите к сожалению больше присесть некуда можете на стол на микроскопе части аппаратуры все равно уже нет сейчас я немного убавлю звук он у него стоит простенький микшерский пульт он слегка прибавляем при убавляет наоборот звук и опять поправив очки обращается к тебе и так что то там показывал сынок что это за штуку и мы найдем деталь что-то для передачи сигнала да он берет деталь вертит ее в руках некоторое время интересно нет правда вообще на самом деле очень интересно протирает лоб вы где-то ее нашли купили или она была у вас с собой еще зато у меня сказал нашли нашли да ну мистер дом пикеринга да я знал я знал этих ребят но они насколько я помню эвакуировались а в чем дело мы видели вас на фотографии с мистером пикерингом ну да в свое время просто ну мы давненько дружили с гарри он как и я увлекался вообще радио и всеми связанными с этими вещами ну как видите я превратил это в свою профессию он ну садись сидел на стуле до этого времени он подсадил садитесь ли эти простите я где мои манеры ну ничего сажу себе садь ну да ну я привык так вот я как уже сказал превратил это в профессию а гарри ну остался любителем но у него какая-то сохранялась аппаратура я думал он все раздал это он вам дал вы его видели у вас есть какие-то новости а скажем так так нет но вам не знакома случайно такая рыжая немножко слизистая девчуля с длинным носом а чего а у вас есть дочь у вас есть дочь а какое то вам задам общий вопрос скажите а какого хера происходит в вашем городе почему вы живете буквально слизью вообще как будто ничего не поменялось не плачь не сильно что за хрень мистер хороший вопрос даже если у тебя не осталось никого ты должен думать о себе чувак я думаю что если ты отправишься с нами ты найдешь то ради чего тебе стоит жить ну да прекратите вы наконец он взрывается на месте какого дьявола вообще происходит вы вламываетесь ко мне хорошо вы принесли можно сказать какую-то вещь моего старого друга что тоже наводит на подозрение он пятится опять к пульту вы задаете какие-то идиотские непонятные вопросы про какие-то не знаю исчезти ад или что-то вроде этого он не так разговорчив я откладываю топорик подхожу это это спиртишка подожди подожди меня зовут Кейрон присядь присядь садись на меня давай поговорим послушай меня зовут Кейрон если угодно Кейрон что с ним не обязательно назвать меня по фамилии Кейрон познакомились очень приятно послушай послушай мы тут проездом мы проездом мы путешественники ты вообще в курсе что в мире происходит ну тут трудно быть не в курсе вот и я вечно спасаю свою семью спасаю свою семью и я как глава семьи я должен понимать понимать куда я везу свою семью и понимать где мы будем жить потому что там откуда мы прибыли жить невозможно и я хочу позаботиться о них я хочу их довести до безопасного места если у тебя есть или была семья ты должен понимать а когда с нами никто не хочет сотрудничать и помогать нам освоиться это очень херовый этикет мой друг мы пришли сюда за помощью не для того чтобы угрожать тебе мы пришли предлагаем тебе даже помочь тебе выбраться отсюда если тебе это надо почему же ты не идешь с нами на контакт почему ты думаешь что мы здесь ворвались чтобы тебя гнобить насиловать что там сейчас делают обычно у вас в Америке у вас на радио ну короче что въедут не важно на радио что-то хорошо прямо поэтому не бзди как говорили меня народе у меня что-то дома я постоянно так говорю мы здесь мы дружеские ребята мы классные мы еще даже никого не убили здесь к сожалению ну в смысле пока ну в смысле в этом городе никого ну просто хотим хотим отсюда свалить и для этого мы пришли сюда за помощью все мадам Весперн сказала что в городе остались только самые прекрасные люди и они будут готовы помочь нам он буквально несколько секунд покачиваясь ну видимо это его рефлекс по звуке музыки о чем-то думает потом распрямляет плечи и ладно 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 ребята простите я прощаю в общем вот в общем я думаю вы меня хорошо понимаете конечно конечно но да Джон давайте уже чёрт с ним без всяких мистеров у меня к сожалению уже была семья к сожалению её больше нет когда началась вся эта жуткая суматоха я не знаю как это назвать мы я я мало чего помню честно говоря я мало чего помню из того дня я помню как я прокладывал путь сквозь толпу когда организованная эвакуация которую нам обещали военные превратилась в неорганизованную эвакуацию ну вы понимаете наверное и я помню я до сих пор помню как рука моей жены выскользнула из моей ладони и и больше я не видел их с дочерью никогда кошмар мы тоже потеряли своего медведя по сути угол до сих пор подожди подожди он снимает вот моим точке протирает глаза мои соблезда но во-первых сколько прошло с нет эвакуации принять получается что дам вы не подумал что есть шансы что они живут не стоит эвакуироваться за ними попробовать по крайней мере возможно их отправили безопасное место может войны все-таки я не знаю честно я я по природе своей успокойся даже я смог выжить в этом дерьме два дня в лесу как жизнь да и странное животное у тебя в кармане рубашки наводит на определенные хвататься на свою жизнь должен что-то делать да не отправился да черт возьми я сижу здесь потому что я надеюсь что однажды моя жена или моя дочь постучаться в двери этой станции они с них эвакуировали вашингтон или лос-анджелес как они возможно ринуться за тобой через через всю слизь которая будет у них на пути через всю слизь подвергаешь опасности оставаясь здесь как они придут через пола мере к тебе оплакивают твою смерть слишком много для того кто пытается собрать свои мысли в кучу последние пару дней лучше собери вещи и погнали с нами для чего нужны эти пилоты нам нужен пилот может быть умеешь нет нет парень к сожалению мистер стал он умеет водить самолет простите джон стон и хорошо в конце в конце концов неважно так так вот нет я нет я не умею пилотировать самолет но кто умеет я не знаю остался ли этот парень в нашем городе честно я точно знал что ну у нас скажем так у нас в принципе постойте а почему вообще спрашиваете про аэропорт он же джеймс ну тот парень если вы заезжали в город через блокпост которая они организовали с другом вот он говорил что вся часть города за мостом чемберлина ну там был наш аэропорт в курсе она покрыта этой дрянью и туда просто невозможно попасть мой хороший мы уже три дня ежедневно сражаемся с этой дрянью ты думаешь на сражались 30 минут назад постойте вы хотите сказать что вы совались замуж чемберлина куда мы только не шалмали опять против команда потрясающая команда а если это так ребята то я могу только сказать что болею на всю голову но но смелости вам не занимать да и ладно хорошо хорошо черт с ним вы вы хотите сказать что я просто хочу расставить все точки над и что это возможно что за мост чемберлина можно проникнуть и можно поделать наш город конечно мы уже проникали быть промывал из ваших вообще проникнуть или вы сразу увидели слизи бежали назад но у нас есть страны дедушки остались если вы уже здесь были я могу в принципе пересчитать по пальцам но остался я мадам виспен с племянницей они также ждут ситуации джеймс со своим другом джеймс наш бывший шериф он еще иногда его называют джемом так его детишки прозвали варенье и кто еще из моего старина белу конечно он все никак не может покинуть свой бар но я слушал что скоро собирается все-таки потихоньку отсюда двигать и ну мистер бахман конечно но мистер бахман по моему еще до заварушки перебрался кто-то загород дописывают свой роман и связывается с нами по рации еще странный дед из-под земли подземный дед он назывался карл серый а этот параноик странный вместо мистер грей ну-ка еще один фрайер файтер засела в мозгу уже неправильно ничего-ничего бывает дефри фраера точно 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 про я забыл про преподобного джеффри но я не знаю честно говоря вы сейчас открыли мне глаза на то что в городе остался мистер грей и честно говоря этому не особо рад потому что еще один повод не почему он просто законченный псих я откуда-то усмотрел во мне советские корни устроил мне подрыв станции не любит коммунистов одном сказал об этом сразу же практически ну а то есть вы с ним уже встречались но значит он нам помог он предупредить предупредил нас о том что на нас может напасть смесь которая облизывает стекла с длинным носом и не веришься до конца с оранжевыми волосами волосами как у вас пока все это пока все это говорите давайте кто-нибудь из вас троих в принципе пусть это сделает тот кто у кого больше всего этот навык прокинет мне наблюдательность где на 5 лакова сколько один два я гадаю наблюдательность а через что можешь выбрать модификатор сейчас неважно 15 хорошем вот наверное когда ты заказал про волосы как у вас обмолвился такой фразочкой ты заметил как буквально как будто лицо конвульсивно дернулась у мистера эдрианса как будто он как сказать ты не то чтобы большой физиогномист но словно он пытался сдержать какую-то эмоцию пусть и сдержал но она у него прорвалась на секунду выражение его лица стало далеко не в добром я уж точно не рассеянно джона сталлоне чувствовать чувствовать битвы припады он кого-то укрывает я хочу чтобы они прочитали по губам что я им говорю не я общаюсь дальше мистер эдрианс ну пожалуй ты не заметил что того что заметил пин только сара мистер эдрианс продолжает но вот после моего не самого удачного знакомства с к вам я честно говоря я вообще не собираюсь продолжать с ними какое общение если псих здесь окопался тогда наверно леди я правда воспользуюсь вашим советом все-таки найду себе силы и куда-нибудь отсюда эвакуирую прекрасная матери вот мы готовы предоставить это речь наши услуги по эвакуированию ну и к слову сказать вы спросили она будет во взглядом почему никто из всех не вообще не планируют отсюда эвакуироваться честно говоря просто обещали как бы это ни было может быть глупо верить в это сейчас когда непонятно что наступит завтра но обещали что повторно прибудут вертолета забрать оставшихся но поможет за весь город его фирму сокрови вас шестерых пятерых ну те что за мостом чемберлену сынок я подозреваю что не эвакуировались я не скажу так дружок пирожок да и вообще я не знаю что там в конце концов так что кого-то укрываете может свое толстое пузико по ночам я скажу так скорее всего любая армия которая собиралась эвакуировать остатки вряд ли кто-то прилетит за 6 до людьми военным нельзя доверять подождите подождите в лесах есть как они в конце когда уже часть города была эвакуирована часть погребена под слизью за мостом чемберлена приходил этот высокий такой господин в знаете выглядел как агента старого фильмов 50-х высокие такие усы щеточкой костюм тройка он вел себя очень вежливо успокоил всех оставшихся о чем-то переговорил по моему кстати с джеймсом или с отцом файдером я честно говоря особенно помирать вот и заверил что стоит подождать только пару дней собственно еще поэтому никто отсюда и не пустился мой хороший взгляни на это побитая жизнью колено 2 заметил что случилось это все ваши вылазки за мост это проклятые военные прострелили моему бедному мужу 2 колено 2 чтобы он не смог уйти всего 2 из 2 и так военные пытались пристрелить меня но только ваш старик бахман с двустволкой смогу спасти меня это похоже на старого река нам ну нет нет хорошо ребята вы звучите убедительно я не стану с этим спорить но этот мир как его звали фердюсон как или силу может быть призрака фил 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 нет я точно не слышал от имени фишер я вспомнил он представился агентом фишер это что-то из прошла чезанов вы я скажу просто как бы да потому что нет того кто на это свет почему я монтировал но я имею ввиду из персонажа присутствующих сейчас за столом но вы не можете быть с ним знакомы и вряд ли фил фишер фил ничего не говорил агентом а там он хорошо я хотел бы прокинуть него через бедро во первых во вторых понять посмотреть если у него шрамы на руках шеи лице ногах лысине шрам выглядит ли он свежим живым человеком что-то такое физиологически кожно-визуально что-то что могло бы его наследно может быть да просто вот это вот то что он нас это укрывает кого-то вот хотя сказал что он что-то скрывает ну не ты не поняла четко вот это меня наводит на мысли что он либо знает про эту тварь и нам не говорит и делает вид что как бы вы чем моя дочь умерла а может быть и не дочь может его сестра близнец может он скрывает слизь покрывает потому что на разумная слизь как же ты хорош и младший делая проверку все зависит от бросков ты хочешь просто присмотреться за ним пока он до вас на ее вопрос от давай это будет ну да вы пока он всецело поглощен общением с вами такой своеобразной полемикой поэтому да это будет проверка той же наблюдательности он давай на этот раз это будет интеллект давай а пока я ответил нам на много вопросов но на самые главные пока не ответил по поводу пилота по поводу пилота ах да пока не сообщать что у тебя было не сообщаю я припоминаю что был какой-то парень как нет я не припомню фамилии но в общем или можно спросить у того же джеймса или у того же мистера бахмана они точно знают кто это был вот как-то фамилия то ли на каталина ну вы заметили у меня не очень хорошая память на фамилия сейчас в отличие от этого господина я даже не могу вспомнить кто это был но если он не эвакуировался может быть есть какой-то шанс так мы чуть приберлись можем воспользоваться твоей станции дать в эфир новость просить искать дать в эфир да безусловно конечно и к слову сказать вот именно почему я изумился той детали которая была у тебя с ума он поворачивается к тебе часто сообщив что что тебе удалось пронаблюдать потому что он твоим на нем сфокусировано твое внимание но пускай он закончит фразу прежде дело в том что мощность моего передатчика честно говоря последнее время не блистала не блистала в общем военный муж не суть важно да да именно так здесь вы слышали что здесь неподалеку военная база 38 но у нас может быть я не знаю что говоря она эвакуировалась или нет но и глушилка продолжают работать и куда-то за пределом бангора ос маленькая радиостанция здесь в основном объявления городских мероприятиях музыка для нашей пара супермаркет 6 человек городские мероприятия происходит джон ну честно говоря хреновая шутка я имел ввиду население нашего города до катастроф почему мы на 6 не провести тоже можно так или иначе по городу раздаться общения я думаю что при желании я смогу воспользоваться особенно с этой штукой в принципе я смогу перенастроить приеме без проблем только куда и кому чертовы раз вообще планируете передавать сообщение машина не играет во всех приемник спас и фэм ловит везде поэтому вы завещали подбукла скажем а там уже не получится хорошо в принципе я думаю что это можно устроить ну если вы дадите мне некоторое время немного полчаса может быть час меня не думал что займет много времени и на 14 всего 14 не очень хорошая проверка не очень плохо подожди дай мне он его позвонить я забываю все время про нити но в данный момент я использую свою я могу счастливчик везунчик я могу да это не нить это моя спасение давай хорошо 22 потрясаю не зря спасибо санечка это не нить на я вспомнил про свои способности давай поступим следующим образом поскольку ты но ты конкретно я писал что-то хотел увидеть ты хотел бы посмотреть ну грубо говоря не является ли человек перед тобой неким симулятором правильно то есть ну симулятором да вообще он в матрице или как я правильно понимаю не не слизь ли он там нет у него каких-то шрамов левых нет ли у него кусочков просто слизь которую он забыл смыть после себя слизь которую он так усердно потеряет выше может там розовая сочится что-то из лысины я понял я понял ваш листом волос у него я сообщаю тебе результат твоей проверки беспорядок пристально максимально всматривался в кейром и адрин его вышли это с полной уверенностью можно сказать что это самый обычный он но поскольку ты выкинул действительно много него манера держаться особенно после того как-то заметил какую нелепую гримасу на его лице совершенно не вязавшегося с вашим разговором ты начал подмечать может быть какую-то скованность нарочинность может быть он как-то страдает резонерством пытается отличиваться темы и так далее он явно темнит явно в чем-то он тем не я мало в чем-то можно уверен точно что он самый обычный человек это и в общем если вам нужны полчаса час чтобы настроить что-то мы можем подышать сверху воздухом ну сейчас когда у нас действительно стол и 6 человек городе наверно свежего воздуха здесь хоть убавляет да да ребята если позволишь а я же не забирал я как отдала тогда так и не забирал он пускай он поднимает деталь со своего стола еще раз оглядывают да точно штуковина из арсенала дарим по моему только у него здесь такие оставались хорошо но то мы порешили в таком случае ну через полчаса вы можете ко мне вернуться приятно иметь с тобой дело мой толстый лысый друг в конце концов ну скажем так вы наверное а пускай вот так наверное снимает маску а там муравей наверное вы право наверное пора двигаться дальше красавчик и только для тебя и на фраза двигаться дальше раздалась эхом довольно скупо обставленном помещении радиорубки несколько зловещий двигаться уж ну хорошо хорошо ребята в таком случае давайте сейчас займусь делом пододвигает себя свою аппаратуру вы пусть ты может быть что-то понимаешь более или менее темные весы и начинает потихоньку бормоча что-то себе под нос уже не особо обращая на вас внимание начинают копошиться внутри мы выходим по каналу мистер стомоны да а можно когда мы выходим так я хотел бы забрать ключ от двери о хотя стекло на фига нет ну нет тут все тому что это даже не будет проверкой потому что он поглощен работу он повернулся ну да я если бы видел что он прям сильно отвлечен вообще не обращает то я бы но попробовал бы это сделать максимально тихо я знаю наверное вот наверное если его так привлекла радио деталь что он даже заговорил с вами хотя сперва вас испугался ты мог делать вывод что он скорее всего очень увлеченный своим делом человек его моментально погрузился до во внутренности своей района я забрал бы ключики заведаешь да там только ключ от этой двери или связка ключей типа ну это я дальше когда мы уже вышли на улице я бы вас посмотрел на них там можешь подумать мы пока поговорим я знаю что там я просто думаю ладно хорошо можете пока обсудить то что хотите если он что-то темнит он человек он явно тему по поводу слизи про которую которая была сегодня у нас утром потом он все пытался увести он явно знает что-то про нее сути я конечно специалист но судя потому что у слизи были рыжие волосы у этого парня остатки волос я думаю это все связано это понятно но он знает про это это не не новость для него он покрывает ее явно я провел что она летит аналитику стычки с этой слизистой женщиной можно предположить что она пыталась прикоснуться к саше но не не было в ее действиях злого умысла иначе если бы она была агрессивна она была на нас очень легко они вот своим удлиняющихся хереновым такого лицом она сражала сразу же может быть она хотела коммуницировать возможно это разумная штука возможно она пыталась с нами может быть она знает может быть это новая совершенная форма жизни может быть а может и не быть а может нам провести обряд экзорцизм он знает они что-то если мы попробуем договориться он сможет рассказать что-то нам вы же не военный в конце концов мы можем пока заняться поиском машин смотри если короче смотрите даже если он что-то знает и это рыжая слизь была ну как-то с ним близко конечном итоге согласился все-таки уехать с нами поэтому есть предположение что возможно это него жена или дочь или дочь из-за которого на что дочь бы он такой же цвет волос ну в принципе мало лежит на следе ну скорее жена это не обязательно что рыжая но возможно он и поэтому оставался в городе может быть но знаете почему он то согласится с нами уехать я могу предположить что он захотел двигаться дальше от этой слизи простить все и бросить позади я почему-то проговорил про слизь если она разумно и не хочет убивать и пожрать все на своем пути как я читал в комиках нет возможно она знает как провести нас сечет или может быть она знает что-то а может она сможет договориться с большей слизью ну не отвлечь хотя бы или отвлечь ее может она подумает что мать дочь дочь мать и так далее возможно а возможно я могу перекрасить волосы в а возможно если с нами отправиться этот может подкинуть его слизи чтобы она отвлеклась положение плохо ну честно говоря я так и думала что чем больше нас будет тем больше шансов нам нужно найти машину главное поэтому я думаю что этого как дарском из этой фантазии он хотел с нами что он выглядит по судя по вашим рассказам что судя по вашим рассказам он силен и можно быть атлетич в таком случае он может помешать только путин мне кажется я думаю может нам не нужен такой помощник лишние альфа самцы нам не нужны не хватит и двоих проблема не в этом подумайте сами просто подумайте логически если мы сейчас тут обсуждаем о том чтобы толстого скинуть слизи во время нашего путешествия чтобы оторваться то дарк холмс может скинуть кого-то из вас я бы не меня кого-то из вас женщина давайте обойдемся все так может быть мы найдем пожарную часть я буду по мне нужна пожарная машина уже пожарными мистер джент поэтому я буду с ней как раз это могут быть топоры тогда у нас есть время вангор небольшой до риску тем более нам нужно только одна половина пока что в путь и в эту секунду пид сколько в тебе рост то я откуда но я не очень высок если среднего роста до метр восьмидесяти точно в таком случае ты чувствуешь как тебя за шкирку приподнимая здоровенную рука не здоровен зачем и вы немного отшалевшую смотрите как тебя меня поднимая поднимает тебя прямо ну-то семья что-то я рефлексом бью ножом какого хрена со спины просто так пугаю юного малья бью ножом фига себе вот такой тем более за шкирку кто посмеял меня муж чена пост апокалипсисе живем они больше всего нравится что мы разговаривали и стояли с плечо к плечу и не видели кто подходит спиной стояли смотря вдаль свиньей сканды сказал смотрите мы смотрели я бью baby а человек да я ни разу не бил не дай доблесть и все посмотри ты кидаешь двадцатку прибавляешь доблесть но в данном случае это будет контест то есть я угоняюсь узреть кто-то его поднял если это не не нечто агрессивное это показано сны и петель пишите у меня 8 8 я аж не боец рукам мгновенно разжимается в твой нож мелькает пусть пустоту и ты видишь отшатывающего от вас база начал блокпоста который назвал салон джем а это мы это какого черта тебе было нужно от нашего генератора сынок мы попросили починить я починил и приводил он в кучу хлама на год он и был кучей хлама хотя бы поработал не знаю сколько часов мало бросили блокпост вдруг кто-то ворвется в город не переживай без тебя разберемся там остался мой напарник джейми джимушка но вы думали когда давали ребенку учнить ваша вина и ваша ответ но я ему починил бородач некоторое время грозно еще смотрят на вас потом видно что не выдерживает напускной серьезности расплывается в улыбке ладно тут в мире действительно сделали но хрен с ним на самом деле я вообще-то оставил напарника на посту и хотел спросить не нужна ли какая-нибудь помощь или что-то вроде того и вообще-то я думал ружится деталями для генератора у керна у него вроде в подвале что-то там завалялся у от него на мы вообще хорошо что появился хорошо вопрос есть тебе другой друг внезапно было излагает скажи щиты как самолетом относишься самолетом но как сказать летать немного побаиваюсь но если нужно то классно белой лошади помогает поверить в аэродинамику твой друг на стоим самолет уварить умеет добыл тут парнишка один но молодой пилот гражданской авиации как его фамилия то да блин он просто такой знаете малозаметные да и при этом ну как он же постоянно в рейсах дом это только ночевал у него насколько я помню не было ни семьи да я сумму дружу как его фамилия то как-то созвучно с музыкальным а контрол о точно лаенка у контрол в этой части вороны или за мостом и чем брали на знаешь пит я честно говоря не особо повышение ну и что с того насколько насколько я помню ну надо покопаться в памяти у меня в конце концов не ходячая энциклопедия у меня в машине есть справочник телефонный можно найти контрол дело говоришь а зачем он вообще сдался то я даже не знаю честно говоря остался он городе мы тут собираем короче дружину на побег мы короче хотим из города улететь потому что делать здесь нечего она скоро закончится давай по сути посудим логически провизию не доставляет скоро ваш город без останется без еды и воды слизь за поворотом скоро она переберется через реку и вам всем транспортных средств медикаментов и все это со временем иссякнет и жить вам останется нет надо улететь дружище ну в принципе да я соглашусь но я не знаю в курсе вы или нет но дело в том что нам какую-то хлыщ обещал эвакуацию на тех пор как поэтому они глушат ваша радиомышки до джеймс отмахиваются они всегда глушили значит можно так вот сидеть всю жизнь в 1 на жопе ровно и ждать пока тебя способна самим себя спасать особенно в таких вот условиях уж мне это об этом не рассказывают вот я знаю где ты работал я вообще-то если ты не в курсе был полицейским поэтому что такое спасать себя других и так далее я знаю неплохо не надо мне тут рассказывать азбучные истины я если на то пошло забочусь чтобы до эвакуации никто не прорвался в город со стороны касса урока поэтому не надо рассказывать мои обязанности я знаю получше вас ладно черт с ним не нужны шучу короче чуть я скажу у вас тут осталось три коллеги вот порой да ты как шериф мы тут собираемся организации писательную операцию вообще-то называется спаси себя спаси и сохранить и если если вы бедные крестьяне хотите спастись из этого места хметы обреченного города оповести всех и когда мы найдем пилота и мы проведем себе путь каким-то образом к бороду это мы замешиваем и дры снимать а как-то уже сами кто нет уже так постой давай проще вы как-то хотите пробраться до моста через мусс чемберлина до местного аэропорта где напоминаю хрен знает в каком состоянии находятся самолеты хрен знает в каком состоянии находятся нам не хотят с нами that's right на и цепасибилити а мне нравится я пожалуй в деле тем более что хрен с усами мне сразу не понравился который сулил нашу скорую эвакуацию и спасение мудак какой-то вот сразу да в таком случае пойдем повезти своего напарника на это положим дело нехитро в основном тут оповещать то сильные никого на волны пилота выйти а что вы знаете мистер джем про держи я эндрианца а валии маркира дочь ну что-то скрывал когда мы с ним разговаривать прям очень явно да в принципе ну я знаю что он прожил в этом городе ну блин боли но точно не дольше меня по голому наверно переехали примерно в один год у него была жена дочь они пропали это я точно знаю потому что он первую первое время мы с мадам виспенову вдвоем откачивали я на правах шерифа она как единственный оставшийся в городе медик бедняга был сам не свой сидел просто сам качался ну когда началась это вся катавасия при эвакуации когда слизь поперла извините из всех щелей в суматохе много кто пропал без вести и к сожалению жена и дочь какие оказались в этом же числе что еще ну а так в принципе да не знаю всегда был нормальным мужиком обычный обычный радиоведущий у твоего пикники по субботам массе юрос месяц и так далее я пошел в машину посмотрю может быть найду адрес контролла и а ну здесь абсолютно ничего не надо прокидывать до некий мистер контрол л дело запахло архивом и возлюбленные адресные книги в общем ты видишь адрес хорошо то есть не знаю география бамгура но я пока этот смекнул зачем-то пошел подходит к машине наклоняется с высоты с моего роста к секунду ну и что там самок удалось найти на все там мурвелли 13 с карлом грэем а уже знаете кого на а он кстати не знаю рядом с его домом слизь облизывала стекла поэтому не могу сказать ничего что но с утра он звонил нам а ну в принципе я думаю что у этого железного старика хрен словишь не знаю как он стал таким но честное слово не хотел бы я когда-нибудь пережить то же самое что и он отчего берегу да он по моему ветеран всех мыслимых и немыслимых конфликтов но что точно точно он прошел весь вьетнам это я знаю доподлинно а так он во первых сквозь и по всему засекреченный во всем фронтам а во вторых страшный параноик поэтому есть поэтому если бы я его даже спрашивал скорее всего он бы просто мне напросто нет может быть вы знаете где пожарные да где правильная часть то в принципе здесь не сильно далеко но я не знаю собираетесь ли вы носи камору или но это буквально если ехать к мосту чем берлина вот если вы представляете где это надо забрать круто влево проехать пару переулков и там как раз увидите дом 13 а следующим за ним дом карла но правда не знаю можно ли вообще найти его дома он обычно я честно говоря закрывал на это глаза учитывая что он ветеран с огромными боевыми заслугами но если вы с ним знакомы может быть вы уже насладились его любовью к подземельям которую никак не может выкинуть до своей головы подсматривание за невинными людьми да да спасибо варенчик касается пожарной части но в общем то это поближе немного немного не доезжая как раз моста не совсем перед ним если повернете направо и буквально укройте сразу по данную часть она специально была построена с тем расчетом чтобы охватывать весь город потому что часть за мостом чем берлина немного меньше чем часть дом хорошо спасибо чкин когда отправимся не откладываем долги ящик потом вернемся сюда ладно я тогда ладно я тогда пожалуй и суммусь как раз киев спрошу все-таки если у него что из детали ну и пирте если ты все-таки можешь еще раз сотворить чудо хотя бы на несколько часов то я обещаю больше никогда не отказываться к тебе неожиданно мы собираемся улететь он неопределенно пожимает плечами улететь это конечно прекрасно но тем не менее жизнь приучила меня думать о сегодняшнем не заловить цели идти к ним да да когда я был молодым я тоже верил в хорошие лозунги ладно ребята он хлопает тебя пет по плечу и кивнув вам улыбнувшись идет в сторону радиостанции киера на и дрянса пожалуйста вы делаете дальше ей сторону пожар 10 едете здесь никаких совершенно нет препятствий не нужно ничего прокидывать джеймс принципе но объяснил коротко достаточно подробно тем более в бангуре достаточно сложно потеряться свернувши там где он сказал вы буквально сразу упираетесь в пожарную часть небольшое двухэтажное здание наверху скорее всего находятся казармы 1 этаж отведем под большие ворота из которых видимо выезжают пожарная машина сейчас ворота заперты и в принципе вы еще досмотрите в округе вы ничего не видите вокруг я хочу проникнуть территорию пожарной части и найти большой красный красивый грузовик моя топор пистолет так выкинь что-нибудь я помогаю мистера мистеру дженту сталонов прежде всего я подхожу к забору оцениваю возможности высокий такой средний не москан сражу места там получше у меня сила минус один это рубить у меня силу плюс 5 перекидываешь пита через забор ну да расти у меня нормально не надо ничего кидать ладно там не такой огромный штурма настолько довольно спокойно приземляешься безболезненно сгруппировавшись и очевидно отпираешь калитку выходите на территорию пожарной части левые ворота видно что плотно створки сдвинуты правое ворота слегка приоткрыто не на всякий случай есть тут кто живой или слизистый тишина была тебе ответом а где проход вовнутрь но и проход же явно не только через большие ворота есть собственно вход через торги ворот непосредственно к машинам гараж а есть небольшая лесенка ведущая на второй этаж казарма ну и там какой-то штаб или что у них честно говоря не особо себя представляю сутру пожарной части пожарной части может быть конфискованный огнемет но если это не пожарная часть из книги 451 грамм по фаренгейту нет скорее огнетушителей я за мистером джентом окей вы заходите полумрак гаража машина выкрашенная красной краской старый такой довольно крепкий железный трудяга стоит себе ты джон наверное ощущают даже определенную ностальгию зайдя туда это не совсем похоже на пожарную часть которая это работал в косовороке она у вас была даже еще немножко поменьше гараж был не такой просторный но знакомый запах каких-то там запчастей машинного масла и так далее вот девица мой машины тебя даже как-то успокаиваю стихи подхожу проживание рукой а кем вы работали на домогах стали пожарным или вы всегда были пожарным я работал он работал на меня оба говорил что мы переехали в кассу урок откуда-то был моим менеджером вы переехали откуда-то мы переехали смотри какая машина потрясающая ключи обычно где прячется под ковриком ящички ты уверен не надо я думаю ничего упрокидывать ты все таки достаточно проходишь куда-то за машины за машину вернее потому что гаражи изолирован себе изолированные боксы и находишь аварийный ящичек в котором у вас в пожарной части висели ключи запасные от машины здесь тоже самое ты видишь и целый рядок ключей один из них явно выглядит как ключ зажигания остальные ну скорее всего это ключи какие-то кому от комнат комната отдыха там какого-то штаба и так далее несколько ключей может быть там к 4 а я в этот момент вспоминаю что это спас пеликал ключи я хочу посмотреть на них ты смотришь на них и один ключ ну ты а второй ключ ты не можешь разобрать и чего это явно не ключ зажигания а он не похож на какую-то там наш куча там барного замка и тогда не сказал что тоже ключ от какой-то комборки у офиса или что-то вроде этого но естественно его принадлежность где-то в радиостанции скорее всего но я так думаю мистер джент а где может быть топор вы так мужественно выглядите с топором я тоже хочу так посмотрев за пальцем для этого сынок нужно долгие годы брожнявцы рубить деревья таскать на себе женщин которых ты спас из огня рубить женщин перейди я беру топор пародирую как вы думаете чувствую капец оттягиваю руки я понравлюсь сэйди безусловно лет через пятнадцать лет обязательно надо с чем-то начинать я волочу его по земле за собой я бы стал все-таки зомби наступом примерно так и есть белка окей что вы хотите еще предприятиям это будет в связи белка разумно ну чё я ничего больше не хочу я собственно говоря может рассматриваю гараж на налички именно гараж не хочу туда лезть дальше в пожарную часть гараж на налички полезностей и там не знаю тоже может пару товаров чтобы они были прибиты к топлива не топлива да топлива какие-нибудь баки с топливом давай так я бы еще хотел помочь в дополнение мы думали о том чтобы как-то укрепить может быть машину я посмотреть на какие-то может быть ящик можно снять в которых ключи металлические листы чтобы сделать ну и вообще может боковины укрепить может быть турбину для вертикального взлета можно чтобы стекла закрыть лобовое стекло чем-то закрыть я понимаю что вы хотите сделать то есть вы в принципе хотели сделать модинг в стиле команды она вести в гараже пожарной серии вроде машины пехоты из советского я в принципе я возражаю давайте поступим следующим он джаз будет играть первое это будет две проверки первая проверка решите сами кто будет ее делать но скорее всего вторую наверно логично будет делать питу потому что она будет связана именно с ремонтом а нет нет если то что потом починку я потом придется налаживать у меня есть навык ну навык до который я потрачу нить но или накид это сделаешь проверку как хочешь то я право на первое это будет навык выживанием или управление транспортом но как ни странно пускай будет целью тут следующая просто найти по максимуму обшариваете все всей компании я хочу если там есть хотя наверное вряд ли потом короче я вообще хочу взять с собой пару этих бочонков или как они называются господи контейнеров с бензином ну не думал что там естественно есть запас топлива в канистрах вот это даже прокидывать не надо то есть апреля я думаю было бы я уделюсь с вами этой идеи это опасная но мы как бы идем на опасное дело и можно ли как-то сделать так что вот пожарной машины есть этот шланг который обливает водой гранили сделать так чтобы обливала бензином с лисе мы поджигаем это туда надо залить бензин бак это много нужно с другой стороны нужно тогда будет убрать огнестрел нашими главными врагами теперь будут военными нашими главными врагами в такой ситуации были мы сами же потому что если я думаю поджечь бензин который будет литься из этого самого шланга то шланг загорится спустим время а потом загоримся мы не я не предлагаю как бы лить сначала облить потом поджечь выбирай или это будет управление транспортом косвенно конечно ты просто ищешь что можно полезного такого приладим на машину а вот или это будет выживать с той же собственно говоря цели саша я немного не понял твои заявки что-то нет это я понял но я немного не соображу реализацию то есть дело в том что как сказать это действительно вот верно высказались это огромный объем бензина то есть вопрос на чем вы будете есть не десятки литров можно взять этот лимитизатор который я хочу бензин нет пожалуйста тебе никто не запрещает это сделать не обязательно блин хорошо я бы можешь воспользоваться даже аэродольным баллончиком зажигалкой да я думаю для того чтобы заехать в магазин взять пару этих лак для волос для волос да наверное нет наверное я сделаю так мальчик мужчина пить правильно у меня записано но я не могу пойти же как тебе женщина какому из приятелей ты обращаешься постоянно блин меня просто сбивает во имя потому что мне все что я хочу сказать пита ну типа я есть наверное хочу это такая нет уже есть хочу это вообще это пить и те хорошо там видит не пить уже а я это наверное попрошу тебя в россии меня можешь ли ты сделать для нас троих я прям целя как в охотниках для приведения честно говоря такой рюкзачок сзади этот пятишка в котором мы заливаем бензин оттуда идет шланг смысл и хоть подорчи который бы насос которого качал туда бензин и смысл смысл ну сражаться со слизи обливать слизи бензином бензином я могу попробовать сделать но три штуки я не вижу смысла нам бензин будет нужно чтобы прорваться я не думаю что много бензина осталось свободного хотя бы на машине ездим уже с плохого времени без них и дракет бензина не уходит я могу сделать для вас миссис дэн без проблем я думаю что не знаю насчет моторчика ну что-то можно посмотреть здесь у меня есть навык эмрика окей все моя завтра закончилась она была очень долгой кидаю давай 16 отлично скажешь что ты хотел бы на этим все что-то рассчитывал потаскать но чтобы нам укрепить перед надо сделать у поезда ему как у паровоза не будут секать решетки на стекла с листом не просочилась я бы еще спели не принял топоры не циркулярный если топоры то но кстати у пожарных скорее всего есть пилы пилы ну на пожарном щите в любом случае но и принципе есть пока не только топорами рубят все короче давайте так я давайте все-таки действует в пределах разумного я не хочу чтобы это был танк из граната возьмем из фильмов помните фильмов джона ромера где там зомби воролись там хреновила такая огромная ездила ну топоры или пилы парочку вы точно найти сможете в принципе пожалуйста несколько листов железа ты нашел прислоненными к стене поудаль щитка куда-то доставал ключи может быть какой-то ремонт собирались проводить ну и давай так ты нашел не решетки все таки ну как бы решетки вот они решетки потому что зачем нам слизи решетки это бессмысленно а на мой стекло закрыть да такое что же пласты железа которых можно вырезать дырочки или открывать засовочку открывать внутри чтобы потом смотрим было смотрим скорее дырки вы скорее вырезать тогда все ограничимся листами ждали это добро вы нашли даже нашли еще если пускай будут щедрости будут пригодиться сетку пошли ну металлическая сетка такая нему небольшое количество если нужно пожалуйста и вся фантазия физики младшего сейчас работает на успехе на самом деле с мистером джентом работала да ну я трачу не можете сделать что хотите я внезапное озарение приносит мне идею некого устройства если у меня есть достаточно времени и материалов она будет работать так как задумано я делаю машины для убийства слизи давай я трачу нить естественно давай вот поэтому на какой-то уникальный ход да это мой ход эврика одна или более нитей но я думаю одной нити хватит я думаю достаточно я трачу одну нить на это и не делаю проверку на неприятности все про имеет навык новые работает так как задуманности но я как договаривались я делаю небольшое естественно я понимаю что это не как поезд решетка ну конечно у снегоуборочного поезда но хотя бы какое-то укрепление чтобы перед под колеса не забивалось ничего вот не знаю там чем-то укрепляю еще так чтобы это можно было ну какие-то пары прикрепляю к этому носу вот я думаю что мистер джент помогает мне выбить стекла ну да чтоб вытащить древками топор да да вставляю максимально я думаю что в основном мистер джент мне помогает с моей силой вряд ли что-то получится сделать вот вставляем это вместо стекол становится темно зачем дырки нам не вырезаем да наверное какой-нибудь там в районе пилота и в районе пассажира я думаю что сзади наверное как-нибудь как раз решетка или чем-то этим но и колеса как-то чуть сильнее дуги укрепляем чтобы если вдруг это будет стрелять нам по колесам они по коленям чтобы было возможность ехать ну и второй нитью потому что миссис джент меня просила она злая я боюсь ее на меня пристрелить хотя я беру пятишку на ли пятишку там скорее весна на ким железные такую более или менее круглой формы когда вот я делаю прикрепляю наверно к ней шланг я не знаю как насчет моторчика и насоса вряд ли как-то это будет поддаваться короче я хер его знает я не механика не инженер в жизни но пить это инженер вот в общем он подстраивает так чтобы это можно было ну качался как-то бензин из этой канистры я думаю там немного наверно литра 45 не больше ну давай так ты сумел приладить какую-то пумпу надо там общая сложность 0-4 туда набирая ну да вот мы в принципе до бензину туда некоторое время поколдовав там что-то было кран там приложиваешь или пускай это будет вроде рычажка да я думаю что рычажка скорее да но вот как на их да 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 может быть ты берешь к это старый рукав приложивая часть этого рычажка и добиваешься через некоторое время более или менее ровные подачи бензина довольно плотно и такую струю ну и там приделываю на канистре ремешочки проблем то просто буквально там делаешь установку за рюкзаком формы каркас униформы но я трачу ложить чтобы не это не 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 прокидывать чтобы там не было у саши джент осечкой она важный момент не умерла а мы остались вдвоем на самом деле на такой вопрос это даже хотел бы свериться с правилами удобных него написано если можешь это потратить нити несколько раз на одно и то же только это разные ну разные устройства а уникальный ход-то один а то есть его ограниченное количество раз я могу действовать в томе дело как у тебя называется твой эмрика они фон члены ученые подожди секунду все-таки для пущей справедливости враги если что пусть у саши джент будет я не презираю если можно то можно еще хочу сделать я хочу шланги на машине протянуть вперед и закрепить их так чтобы торчать вперед на пробиваться через боковые боковое зеркало можно по кому зеркалу поднимать фиксируют там один шашлык как-нибудь так чтобы можно активировать их ну вообще по большому счету если шланг от гидранта он же там тянется его можно боковому зеркалу прицепить и как раз по сути если дверь при открытии из окна можно будет попробовать дернуть рычаг от удача заливаться там маска марганцовку и пикакуану табаски нам бы попробовать дать этому хотя золки в принципе надо сказать что правила гласят о том что то может даже в одной и той же сцене обрывать нить если ты хочешь поэтому в принципе я мал я не вижу никаких препятствий ты обрываешься все нити связь свои движения за нашу игровую встречу на вложив все свое изготовление всех девайсов в итоге вы получаете в чате уже так хорошо принципе все представляю как выглядит это творение пришли к воду что у каждого это чудо имеет свой вид у меня пару комментарий марка начинает играть музыкой сериал дальнобойщики перелетели я заговорю команда и да все это получаем пропеллера вы не нашли вы отходите в сторону наверное ты саша поправляешься на плече лямки этого устройства тяжело прямо скажем тяжело от литра железная канистра тем более что 5 4 литра а ну это на 6 больше чем у меня 14 в принципе тебе тяжело не особенно комфортно но нормально то есть некоторое время то свыкаешься мы потом перестаешь замечать эту тяжесть на своих плечах вы же поглощены зрелищем вашей машины это мое лучшее творение просто вот этот скат металлический закрытая металлом окна еще там мистер джентль можно я при сэнди назову ее сэнди пожалуйста только при ней иначе она видится она прекрасна понимаю почему вы были пожарным поглощенные красотой своего потрясающего творения делаете проверку неприятностей каждый нет кто-нибудь один это не зависит от навыков поэтому давайте я выберу рандомом потому что почему бы и нет кто киев я предлагаю саня джент у нее бензин взрыва опасный джон просто кидается 255 видимо карл серый и в этот момент вы слышите как в соседнем боксе резко взрывы двигатель стоящий там пожарные машины стены как будто соседнего соседнего стены будто бы начинают ходить ходуном ну потому что очень неожиданно для вас эффект вы естественно поворачиваете сторону звука и здесь мы делаем передов давайте действительно прервемся потому что надо свыкнуться с этим творением сумрачного гения младшего это было действительно круто а что ждет ребят дальнейшем ну в любом случае так я думаю что в таком броневике можно чувствовать себя максимально надежно всех военных речь мы вернемся сюда совсем скоро мы где-то через 15 как обычно youtube как всегда до встречи через неделю оставайтесь с нами подписывайтесь чему куда было сказано в начале и оставайтесь в эфире до встречи муа Martin в в им и и Субтитры сделал DimaTorzok